доброго времени суток дорогие милые люди очень рада вас приветствовать на очередном групповом занятии и очередное занятие у нас сегодня применение практики в повседневной жизни и как раз вот показатели до которые покажут средний показатель который просчитал владимир иванович пока покажет именно насколько процентов вы применяете ваше познание ваша устремленность вашу приоритетность именно в повседневной жизни как бы не отрываясь от себя потому что мы знаем с вами что материальный мир очень серьезно затаскивает да то есть затаскивает наши мысли затаскивает значит нас от себя да потому что если мы чем-то увлечены естественно мы отрываемся от самого себя не можем еще прослеживать очень многие только обучаются этому прослеживать не только свои мысли но вовремя переключаться где наше находится несовершенство да наши переключалки это минус переключается на плюс и эта техника очень востребована и она сегодня работает как спасительный круг абсолютно и 22 сентября 2022 года мы будем начинать давать инструменты не только переключения да этой практике уникальной но и другие инструменты которыми будут пользоваться люди именно в повседневной жизни не отрываясь и соединяя все больше и больше высокий план духовный план материальный план как единое целое это основная задача для сбережения энергии то есть у нас получается как мы энергию получаем мы ее пробуем в себе вырабатывать но в повседневной жизни это достоверно уже факт мы ее просто теряем почему потому что в тот момент когда мы теряем себя здесь и сейчас и не видим где у нас где мы находимся где наше сознание находится где наши мысли находятся в чем мы находимся именно увлечь увлекаясь материальным миром мы напрочь забываем о своем внутреннем мире и это была наша эволюционная скажем задача на которую мы сегодня выстраиваем уже новую не то что там практику да или познание мы себя устраиваем смотрите выпрямляем из этих состояний которые мы раньше пребывали с вами их 700 более 700 которые мы описали умудрились описать да но и гораздо больше есть еще скрытая форма да вот эти состояния которые всегда отклоняли нас от нашей вертикали то есть что такое вертикаль это прямая связь с собою и прямая связь через себя с высшим разумом я бы так определила это сегодня и когда наши отклонения приводили нас постоянно в эмоциональное колебание психоэмоциональное состояние неровности ситуации которые мы по своему несовершенству и создавали каждая ситуация созданная для человека это знаете как экзамен это как проверка в день мы проходим огромное количество ситуации почему потому что мы тогда не знали как только родились что мы можем обойти не судьбу не судьбу нет мы можем маневрировать все ситуации которые проходят сейчас многие скажут у нас нет ситуации у нас все ровно все хорошо загородный дом там это нет мы говорим все равно о ситуации которые происходят в семье, мы говорим о ситуации, которые происходят на улице, которые происходят в системе, которые происходят в коллективе, они везде. Это потому что был наш прошлый мир, это прежний прошлый мир. И люди, кто-то на кого-то посмотрел в метро, кто-то кому-то отдавил ногу. Смотрите, это, вы думаете, не ситуация? Это ситуация. Кто-то, дети не слушаются родителей, делают там по-своему. У кого-то не хватает денег, кто-то кого-то обворовал, кто-то кого-то там. Ну, там же много разных ситуаций, которые мы проходили с вами, постоянно мужественно их преодолевая, а кто-то не мужественно. Вот, сейчас, смотрите, если бы мы тогда хорошо осознали, даже в 12-м году, что мы формируем будущее свое, каждую секунду и мгновение жизни, мы бы, представьте, за 10 лет достигли бы огромных результатов по выводу себя на более бесситуционные реальности, я бы так сказала. Почему? Потому что любая ситуация, случающаяся с человеком, вот, она следствие, смотрите, неправильного отношения человека к себе. То есть у нас просто не было возможности убрать эту заслонку, чтобы наше сознание вот так раз и раскрылось. Шаг за шагом, мы же развивались с вами, мы не стояли на месте, но наше развитие, это было, проходило через страдающие ситуации, очень у многих, а по-другому бы мы не прошли. Так вот, смотрите, если бы мы в 12-м году осознали и действовали именно по закладке будущего, то сегодня мы бы уже в 22-м году совершенно жили на других возможностях и на других ситуациях. Мы бы работали на другой деятельности, занимались любимым бы делом, и много такого. Денежный вопрос был бы решен, потому что он бы был для нас гармоничен хотя бы. И вот это все бы, ничего бы не было в тех ситуациях, которые сегодня человек проходит. Представьте, а почему? А мы бы их маневрировали, то есть нам бы хватило энергии раскрыть наше сознание и двинуть его по вертикали для того, чтобы именно ни одна ситуация в жизни нам бы не навредила. Конечно, мы вышли на состояние принятия, очень многие, но на том уровне, на котором мы готовы это сделать. И, естественно, каждый из нас принимает ситуацию абсолютно по-разному, но это уже не такой эффект разрушения, который был до 12-го года. То есть наша жизнь стала улучшаться за счет улучшения внутреннего мира, за счет улучшения отношения с самим внутренним мире. И вот сколько? У кого-то 30 лет духовных практик. Вот смотрите, ведь ни один не пришел в наше развитие, полностью освобожденный от деструктивных информаций, полностью вот освободил себя от своего несовершенства и включил именно прямую связь с собой. Мы говорим, как нам применять наши практики, которые мы освоили, еще основное донесение. Все практики, которые здесь даются, они энергоинформационные, то есть на них нанесение энергии информации, и как только человек берет эту практику, она у него исполняется, она у него сразу исполняется. Почему? Потому что именно в сочетании тонких планов и материальных планов эти практики работают. Но мы сейчас говорили с вами о тех ситуациях, которые мы по своему несовершенству допускаем. В чем? Возьмем, смотрите, 10 минут. Возьмем 10 минут, давайте. Это очень большая скорость быстрого реагирования на свое несовершенство. Несовершенство. Именно свое несовершенство и дает эти ситуации, которые мы потом с таким мужеством преодолеваем, теряя самое драгоценное, это время и энергии. Смотрите, 10 минут, ну здесь один час давайте возьмем. 10 минут, 5 минут, 1 минута, 1 секунда и мгновение. Вот смотрите, если человек реагирует на свое несовершенство в течение часа, у него негативных ситуаций, это не негативные ситуации, это ситуации в разумителе для человека, понимаете? Если он не работает с собой в течение часа, не реагирует на свое несовершенство, это при такой скорости. У него примерно ситуации будет, и давайте я на процент выведу, наверное, 70%. Представьте, если он реагирует 10 минут на свое несовершенство, послушайте, эта скорость реагирования, это значит преобразование, то есть он сразу преобразовывает. здесь, наверное, где-то около 50%. Если он не реагирует 5 минут на свое несовершенство, это очень серьезная информация, 30%. А вы потом подытожите. Если он не реагирует 1 минуту, там уже работает пространство, то есть оно настолько мощное становится, то здесь будет 10 минут, ой, 10%. Если он не реагирует 1 секунду мгновенно, то есть, смотрите, 1 мгновение и секунда, чтобы сейчас не поймут многие новенькие, поэтому пусть это мы объединим это, хотя разница огромная, огромная. Смотрите внимательно эту таблицу. Значит, получается, что если мы оставляем все как прежде, у нас негативных ситуаций, послушайте, будет на 70%, которые мы не убрали, ну 30% убрали, скажут многие, этого недостаточно. Смотрите внимательно. Если мы реагируем в течение 10 минут на свое несовершенство, можно же задним временем, раз всплыло в памяти, а вот здесь вот я оскорбила этого, внутри идет работа внутреннего мира, то, что отображает внешний. Любые ситуации, это работа внутреннего мира, то, что отображает внешний. И смотрите, если мы 10 минут с вами не сработали, на 50% негативных ситуаций будет за этот день, за сутки, можно сказать, за сутки. Смотрите дальше. Если 5 минут, всего лишь 5 минут, представьте, реакция уже ускоряется, от чего это зависит? Это зависит от набора чистой энергии, вырабатывания и сохранения ее в нашей повседневной жизни. Вот она первопричина. 5 минут, смотрите, на 30% вы освобождаете себя от этих стрессовых ситуаций. Никто-то вас не освобождает. Вы сами как делаете, так и убираете за собой. Смотрите дальше. 1 минута 10%. Представьте, целыми днями человек проходит, это мы берем сутки, давайте так, сутки, каждые сутки, если вы просматриваете все, а потом ведете это в хорошую привычку, мгновенно реагировать на свое несовершенство, для этого объемы энергии должны быть огромные. Вы не сможете тем трехмерным сознанием обратить внимание, как это работает. Вы даже и это не свяжете. То есть вы скажете сейчас, многие те, которые только пришли, вы скажете, как это я делаю негативные ситуации, это обстоятельства делают, ничего подобного. Все отношения самим с собою, моментальная работа с собою, приводит полностью закрытие всех ситуаций, которые для вас должны были быть тренажер или вразумлением для самого себя. Смотрите. Так вот сегодня у человека стоит выбор, что он выбирает. или это будущее постоянно увеличивается с этими процентами. То есть на сто процентов ситуации, которые ни один процент даже можно не убрать. Это когда человек не развивается. Вот представьте, он просто не реагирует на свое несовершенство. И вот в этом, это для него привычный мир. Это, кстати, наш прежний мир, где от ситуации до ситуации мы жили. Никто не учитывает, что время перехода, оно осложнено тем скоростью, то есть наше сознание подготавливается именно для скорости, для того, чтобы среагировать на свое несовершенство. Здесь много-много причин есть. Это затягивание материального мира, всего внимания. То есть мы почему с вами обучаемся этому? Никогда бы не думали, да, чтобы мы будем это даже слушать, да? Ну подумаешь, там внутренний мир, правильно, Лен? Ну подумаешь, там внутренний мир, и все. Ничего он там не отображает во внешне, и все. Нет. И именно во время перехода раскрылась эта глобальная эволюционная тайна. Я считаю, что это было тайной, закрытой для человека. Почему? Потому что он эволюционно был не готов эту взять информацию, что человек делает все, как разрушает, так и созидает. А где он делает? Он же не может в материальном мире это делать. Значит, он это делает во внутреннем мире, который отображает сегодня, внутреннее отношение, выработанное с собой, с новым подходом, отображает сегодня новой реальности. И мы этому обучаемся. Но для того, чтобы выйти на эти новые реальности, смотрите, у вас что получается? Значит, нужно предупредить то, что вызывает эти негативные ситуации, на котором мы находимся и теряем время и энергию. И получается, как замкнутый круг для многих. Очень много людей, которые находятся в этом замкнутом круге. Почему? Потому что именно это они и не осознают, что живя в материальном мире, человек из-за того, что у него не хватает энергии чистой, он не может предотвратить все ситуации заранее. Вот такое реагирование дает возможность уменьшить все ситуации, то есть это облегчение жизни своей, это увеличение качества, чистоты нашей жизни, это маневрирование всех вот этих острых углов. Не только у себя, послушайте, когда у вас становится большая мощь, это все касается вашего рода по отцовской и материнской линии и тому далее, далее и далее. Вот почему очень важны люди, высокоразвитые люди для развития. Почему? Потому что когда идет такой огромный рост, то есть сам с собой спросил, ситуации, которые есть, они же, знаете, как с ними интересно даже работать, они такие еле тонкие, и ты вот смотришь свою мысль, что бы ты ни делал в мире материальном, вы смотрите прежде всего свои мысли. На первых этапах их будет очень огромное количество, на вторых этапах, на третьих этапах, на пятых этапах, их будет все меньше и меньше, это как в решето, все меньше и меньше приходить мыслей. И когда вы достигнете, я считаю, огромных потоков чистой энергии, они уйдут из вашего пространства. Именно мысли и помогают, нечаянные мысли, те, которые вы не увидели, до которых у вас нет дела, причем это ваше пространство, которое некогда было, и занимаясь в материальном мире, некогда было заниматься этими мыслями. Ну что-то, знаете, внимание захватило, там рассматривали, например, какую-то книгу, какую-то афишу. В этот момент человек не может себя отследить, что он мыслит. Почему? Механическая, чисто физическая реакция, она очень плотная, она только берет какой-то объем мыслей, небольшой, небольшой. И чем больше вы набираете чистой энергии и сохраняете ее в течение дня и приумножаете, и больше делаете ее, именно без практики здесь не обойтись. Вот это вот одно из, вот это то, что я хочу, чтобы вы мне сейчас покивали головами и подбодрили себя, что именно это является предупреждением именно и закладкой будущего, а будущее это уже через секунду, это уже будущее, понимаете, наступает. Прошлое тоже уходит, то есть одна секунда, и будущее наступает. Так вот этот момент здесь и сейчас очень важно осознать, что мы именно предупреждаем все негативные ситуации, на которых теряем такую дорогостоящую, высококлассную энергию чистую, которая животворящей является в материальном мире. Приоритетность. Можно ходить 10 лет развиваться, но не достичь этих состояний. Почему? Потому что именно сознание не пропускает, что это именно так. То есть никак вот сопротивление идет и все. Мы с разных сторон с вами подходим к себе, абсолютно с разных углов, с разных радиусов, с разных способностей любить, с разных оттенков, с разных раскрытий чувств, разные временные практики. Почему применение практики? Мы по идее, мы не то что по идее, мы по жизни, практике. Почему? Потому что невозможно миру дать то, чего у человека к себе нет. Чтобы такое выработать, мы проходим очень много разных уровней. И один из самых сложных уровней прохождения – это работа с мыслями. Почему? Потому что они, знаете как, они раз заходят в пространство, выходят, сделали свое дело, вышли. Человек не реагирует. Они опять заходят в пространство. Человек не понимает, то ли его мысли, то нет. И как ржавчина, особенно негативные мысли, особенно когда есть реакция обиды, там непрощение, еще что-то, еще что-то, унылости, тоски, домой хочется. Домой – это туда. Потому что, когда у человека что-то не получается, он сразу эго кричит, и ухожу. Оно сразу реагирует именно так. Практически у всех. И вот шаг за шагом мы за счет этой практики не выпускаем себя ни на секунду, ни на мгновение, а постоянно находимся в очень благостной работе, которая приводит именно вот к такому будущему, когда у нее нет негативных ситуаций. Во-первых, очень здорово меняется сознание, очень здорово меняется реакция, на эти ситуации. Понимаете? Они уже для вас не становятся негативными. Они для вас становятся какими прозрачными, которые не ранят вас, которые не задевают вас. Они как бы мимо вас идут. Оно объявилось и смотрит эта ситуация, как вы к ней относитесь. Если у вас абсолютно полное принятие и осознание и глубокая степень веры, она пройдет сквозь, не поранив и не задев вас. Но если у вас реакция непринятия, страха, обиды, еще что-то, неподопонимание, еще что-то, и вы не переключаете, а просто оставляете все как прежде, эта ситуация будет для вас очень ранимая, больная, непроработанная. по сути, меняется только отношение. Вы не реагируете уже на эту ситуацию. Это вы и ваша жизнь и качество жизни полностью зависит от этой реакции вас. И если вы не будете это практиковать, вы долго будете вот эту энергию просто так вот, знаете, как в этом, в мельничном круге ее, вот так вот, просто гонять и все. И в результате ничем это не закончится. Мы не можем уже жить вот так, как прежде, смотрите, вот такими гонками, хотя объемы огромные, но я могу только за себя сказать. Смотрите, вот такими гонками мы не имеем права уже сегодня так жить. Это уже не наше достоинство. Мы выбираем, чтобы этих гонок не было, а это огромный труд, когда идут ломки, когда хочется по-прежнему среагировать, когда мысли эти просто уже, знаете, как многие говорят, они на такое ощущение, что кружат, 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 кружат. Я говорю, когда вы наберете большой, огромный потенциал, их просто не будет в вашем пространстве, они не будут вам мешать, они не будут, очень многие останавливаются, знаете почему? Они считают, что они чего-то достигли. И в этом развитии достигнуть чего-то, это ничего не достигнуть. Почему? Потому что настолько все тонкое, зыбкое, вроде сработал, и опять та же ситуация, вроде сработал, и опять та же ситуация, значит, не поменено решение, ой, отношение, отношение с самим собой и с тем, значит, мало практики, что мы не можем это будущее создавать для себя полноценным, понимаете, и здесь одно цепляет другое. Мало верия, мало благодарности, это то, что тормозит именно качество этого будущего. поэтому наше восприятие, послушайте, реагирует на любую ситуацию только с минусом, потому что тело привыкло реагировать на ситуацию, сразу отторгая ее. Это очень важно. и когда мы меняем с вами отношения, то это все уходит как прозрачный, знаете, дымок такой из вашего пространства. То есть реакция человека. Вот и мы и выбираем теперь, что мы оставляем все как прежде и опять нарабатываем себе тоже будущее или все-таки мы практикуем и постоянно работаем 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 до результативности необходимой вам. Здесь работы не бывает много. Многие говорят, куда вы торопитесь, Светлана Владимировна? Я говорю, да еще столько-столько всего осваивать, создавать и все преобразовывать, вы даже не представляете. Огромное количество. У нас просто жизни человеческой на это не хватает. Нам нужно создавать то, что уже может создать наше ближайшее будущее лет так на 50-х. вперед, хотя вам уже может быть 70-80. Вот она закладка, потому что если взять скорость времени, смотрите внимательно, скорость времени взять, то вот это время оно будет ускариваться, то есть у вас 10 минут будет как одна секунда, представьте, вот такая скорость развития. Я сейчас объясню для чего. именно такая скорость вы можете достичь этих новых реальностей, маневрируя абсолютно низкие пространства, только в этом случае. То есть у вас одна секунда будет как 10 минут, я уже говорил, и так далее, представьте, а если целый день человек не работает с собой, вы понимаете о чем я? Я же сейчас о скорости исполнение будущего мы как создаем, так и разрушаем. И получается, а, да подумаешь на это будущее, подождите. Я считаю, это очень серьезная тема, и практика здесь, это нам поможет, энергия Божественной Святой Любви, наша вера, наша благодарность, и практика. которую мы постоянно оттачиваем. Знаете, как с мыслями интересно сейчас играть? Раньше там нам было не до смеха, а теперь, когда мысли там находятся, и ты видишь мысли людей там, там, уже не здесь, не в этом пространстве, и свои даже, те, которые не зашли. Смотрите, что я сказала, те, которые не зашли, а они уже не могут, они уже не могут зайти. Ребята, мысли это форма энергии, чему вы удивляетесь? Это форма энергии низкого состава, очень плотная, но для нас мысли, это казалось что-то легкое, едва уловимое, это тогда было. Сегодня 22-й год, очень уникальный год, и смотрите, что это, вы уже смотрите мысли людей, и свои мысли, и просто смотрите, как они там стоят и не доходят. А вы так улыбаетесь, ну и стойте там. Есть же разница, когда они в вашем пространстве вас рушат, и вы теряете на этой энергии, загрязняетесь и тому подобное. Или они стоят, я утрирую, что это два метра, никаких не два, там много, это просто уже нельзя даже это говорить, никто не поверит. Понимаете, о чем я вообще говорю? о эволюционном развитии человека по вертикали, прямая связь с собой, а через себя с высшим разумом. Вот этим сегодня надо заниматься. И причем мне очень нравится, что в нашем развитии, что мы не отрываемся от материального мира, а мы в нем находимся, но отношение наше ко всему совершенно другое. Человек только подумал, и бывает же желание разного уровня, благополучно. Одно дело, когда ты захотел шоколадку, а другое дело, когда у тебя в материальном мире, например, кухню надо помыть, и забыл благополучно. Приходит человек и моет кухню. Там это что-то надо сделать, да, и забыл. Бывает же разное, да, пожелал и забыл, пожелал и забыл. Благополучно. Мы же себя уже выучили в этом, да, а потому что там настолько мощная энергия в плане благодарности и веры в себя. Это то, что рычаги материального мира, ребят, именно вот эти тонкие рычаги сегодня работают в этой прежнем мире, в трехмерном мире плотности низкой, которые стачают люди из своего внутреннего мира. обиды, осуждения и все тому подобное. И плюс еще 700. Понимаете, о чем вообще? И поэтому это инструмент, который не только даст нам отличное качество жизни, он не только продолжительность жизни, это огромный скачок для соединения высокого плана, духовного плана и материального воедино. Это называется целостность. И эта целостность, она постоянно растет вместе со своим пространством. То есть физическое тело, оно постоянно не тело растет, а его возможности растут. Если мы раньше через негатив разрушали себя, то сейчас через плюс мы только созидаем себя. Без практики это невозможно сделать. Это же как учиться автомобиль водить, значит и здесь точно так же надо обучить реакцию не минус реагировать, понимая вот такие вещи, осознавая, вы просто не захотите этого сделать. Вы просто будете постоянно себя держать на этом вертикале, на этом. Вы не говорить о ней будете, вы с ней будете работать постоянно, чтобы вот там находились ваши мысли и не зашли в ваше пространство. это одно из, потому что любая неучтенная мысль, еще раз основное донесение, она возвращает вот это сюда, то есть опять эти ситуации, которые стоят и смотрят, как к ним относятся, понимаешь? Вот, это интересная тема, я считаю, ее нужно вам несколько раз пересмотреть, там было такие откровения, которые просто открывают очень огромную возможность выйти, вот, нужно брать ответственность и действовать, 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 потому что дается возможность, дается шансы, дается огромные инструменты для этого, все дается, и все равно человеку мало, ну, как у старухи с разбитым корытом, все равно человеку мало, что еще может быть проще сделать, чем вот сейчас я говорила, главное пробуйте, делайте, создавайте, и у вас естественно все получится. Так, у нас сегодня показатели применения практики в повседневной жизни, вот и получается, тогда уже не на кого будет знать такую информацию, послушайте, уже не на кого будет роптать только на себя, и здесь уже будет западня, здесь не роптать надо, а развивать высокие чувства с собой, и тогда будет понятно, как практика работает, да, то есть не только понятно, а как она облегченно вам сделает ваше качество жизни, и внутреннего мира, и внешнего, естественно, автоматически, и какие бы события не проходили, это не ваша ответственность, ваши события, это когда к вам они заходят, и лично вас касаются, вот это ваши события, а когда касается других людей, у них свои события, понимаете, и каждый человек видит другого человека через призму своих событий и своего отношения со своим внутренним миром, и вот это вот никак не могут учесть люди, что именно человек сам создал то, что он создал, а сам человек создал то, что он создал, понимаете, о чем и другой человек создал то, что он создал, какие осуждения, какие обиды, какие вообще все, то есть каждый отвечает только за себя, я хочу сказать, что любое осуждение другого человека, вы начинаете очищать его, я раньше говорила об этом очень часто, потому что люди не понимают, как они берут на себя чужую ответственность и очищают других людей, именно непринятием, осуждением, борьбой вы это все делаете, сейчас настал момент сказать себе стоп, просто стоп, это эволюционный серьезный момент, потому что все хотят изменений, но почему-то с прежним отношением, такого не получится, это я вам точно говорю, изменения будут только у тех людей, которые подготовили себя для этого, огромной мужественной практики и во внутреннем мире, и во внешнем. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова